Всем привет! С вами сегодня опять Спайн Тур. И по многочисленным просьбам меня попросили, если будет возможно, снять репортаж, сколько же стоят вещи на барахолке на рынке в Аликанте. Я гундосю, потому что простыл очень сильно в жару, под кондиционером был, и поэтому прошу принять извинения, буду гундосить. Сейчас две женщины будут выбирать фрукты, овощи, но в основном я хотел показать, сколько стоят вещи, те, которые в Москве, там в 4, 5, 6 раз дороже, за сколько можно купить их здесь. Давайте посмотрим сейчас, что там. Итак, морковочка стоит 75 центов, в том году она стоила 70, это я точно помню. 70, 60, 80, 80, подешевела, то есть в кризисе или к концу, она вообще стала дешевле стоить, что-то поднялось в цене, что-то опустилось, давайте сейчас дальше посмотрим. В кризис, самый кризис в Испании, кафе почему-то полное, все сидят, пьют пиво, что там еще нет. Пиво, воду, хотя и не жарко, а в кафе полное практически, вот вам кризис. Далее помидорки черепах, стоит 1 евро килограмм, но мы не гуляли, не гуляли, не искали, просто зашли и покупаем, потому что у нас денег достаточно, мы не хотим покупать пропавшие продукты. Давай, если мы не хотим же пропавших покупать, покупаем самое дорогое, потому что мы крутые. Еще, конечно, великолепные помидорки достаточно, я их тоже люблю, очень. Человек, ладки, вкусные, похоже на настоящий помидор, 1 евро. Да, кстати, мне вчера написали по скайпу, ну что, как вы там справились с пожарами, так вот я вам уже устал отвечать на этот вопрос, отвечу так, никаких пожаров у нас в городе Аликанте не было и нет, у нас тишина и покой. Человек, ладки, 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 ладки. Человек, ладки, 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 л покровитель так как одна из наших гостей можно прикупить заявки вот такой великолепный на память в зависимости от того кем вы являетесь танцевать с ним ночью перед мужем или перед любовником тут же мы наблюдаем как испанская пара купила два флакона великолепных великолепных французских духов за 5 евро вот такие пироги будем надеяться что у них не облезет кожа тоже вот и была приобретена вот такая сова за 2 евро девочка прописать кипятком отчасти в этом основе такого не купить красивый аксессуар просто мне необходимость да она без него всего за 2 евро хорошо идемте дальше но подошли виноградику нет стоит 90 центов сейчас как раз сбор винограда идет конец августа 90 центов за килограмм в общем то нормальная цена вроде хорошего девочки везде в кризис валяются 100 евро на пол 5 евро вот это вот все босоножки магазины как минимум где-то по 15 евро вот такие же прошлый раз были в центре мы говорим 4 евро всего еще можно поторговаться наверное да ну нет у них там у них навряд ли у них навряд ли у них уже такая 4 евро да вот смотри вы женщины полюбовится и завидуют что ты там нашел и таких рядов достаточно вот здесь тоже по 4 евро вся обувь и женщины говорят что качество очень хорошее я в этом совершенно не понимаю я больше привык раздевать женщин чем одевать вот девчонки решили померить вот такие вот пуфельки и говорят что все учено 18 евро они стоят в москве они стоят так они говорят что все в чине все равно делается просто качество поставляемых из чины сюда продукция наверно значительно выше просто завод находится в японии потому что там дешевая рабочая сила япония дешевле рабочая сила чем здесь чем в чине в японии ну ладно этим москвичкам самим виднее где и что стоит м модняк очень удобно хорошо и что 18 евро это не дорого так давайте пересчитаем на рублей 800 рублей за эти вот примерно такие босоножки пустошки сами смотрите женщины дешевые педагоги что что наравне с этим ну хорошо поторгуйтесь еще ночью на пару евриков хотя бы и так девочкам понравилось они выбрали вообще хороший вариант я им предлагаю сделать блеф отойти и еще пару евриков торговаться не знаю послушаться они меня или нет и так я могу вам сказать что следующее что они даже не отошли не поторговались то есть они не могут не могут торговаться не умеет ни с узбекистана они ниоткуда не с рынка просто взяли и купили даже евро не сэкономили я просто у меня меня трясет и колотит от этого вот мне показали находку можно взять даже туфли за 50 центов за 50 центов то есть как раз до выхода с рынка противник ну так даже такие цены есть 50 центов фантастика ремни разные два штуки за 9 тут же вам могут сделать дырки в них куда хотите различные кожаные и другие пойдем дальше мы наблюдаем столпотворение все за 3 евро в основном тусуют тусуются выходцы из африки новые вещи все за 3 евро ну и спансируются да 50 центов за 50 центов опять столпотворение за 5 евро сумочки разное разное женский район конечно кризис внес свои коррективы и за 1 евро просто женщины копаются копаются и себе что то находят 1 евро вещь а сейчас кстати в Аликанте выгодно открывать сэконхенд магазины они растут как грибы что то все таки происходит в сторону кризиса а различные за 1 евро изготовленные в местном подвале но вот такие боты разные за 12 евро за 15 за 8 оферта вы видите написано интересно очень качество ну не знаю сами смотрите так женщина опять покупает кошка а вот смотрите какие новости бусы в сутране в сутране в сутране 50 центов смотрим с этих самых сантиметров на ней теперь там есть это это в 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 короче все стоит 50 центов предпаратурального как они не как и в в в в в как он на поделить берегу собирать и потом делают записаны в остатке а и степень того что вы тут интересного раздобыли ух ты а по вот были выбраны если я могу его и великолепный босс а мне вот любопытно где они контейнер скрыли что такие цены но все москва будет лежать в коленах ну что ж покупайте все центов как много женщинам нужно для счастья как вернее мало женщинам нужно для счастья он дома же будет валяться закинуть надо купить ну что ж 50 центов не 50 евро пошел местный охранник нельзя в лицо снимать не успел вот так он выглядит палочка даже у него есть испанцы прикал прикольные чуваки они танцевают хотя увидели меня с камерой говорит давай давай повыделывайся делал накупили они целый пакет этих босс и перекосы будет одевать каждый день и терять не страшно опять пришли сюда а здесь то что интересно нет с продажа мотоциклов так что жалко Натуральный жемчуг. Натуральный жемчуг. Натуральный жемчуг. Немножко, мы немножко отвлеклись от закупки вещей, и показываем дальше, там, столько стоит грушек сейчас, такие брусенькие, по 60 центов. И достаточно много людей, яблочки тоже, вот смотрю, красненькие такие, 60 центов. Вот смотри, 60 центов. Ну, трава, но можно есть, и народу сразу много. Все по 60 центов. Даже, ох, даже по 40 центов. Девочки изобрели и выбирают себе часики. 12 евро. Все по 12 евро. Все. Да, все большие. Замерить карты замерила, что они большие. А те, а тонкая здесь, какая ювелирная работа. Пошли дальше. Мы решили посмотреть деньги. Три штуки за 1 евро. Совсем маленькие. А там продают. Вот там. За 2 евро вот такую большую. Но этот не дает попробовать. Часто очень дают пробовать. А здесь она не хочет давать пробовать. Мы ушли. Посмотреть еще. Чесноком тут, наверное, изгоняют дьявола. Поэтому дешевле 2-6-3 евро за килограмм вы просто не найдете. Такие вот упаковки длинные продают эти. На входе. По евро по одному. Три штуки за 2 евро. Ох ты. Вот эти маленькие 6 штучек. Но они вкусненькие, сладенькие должны быть. Три штуки за 1 евро. Три штуки за 1 евро. Три штуки за 2 евро. Ну, хорошую. На, Серёж, положи. Ай, не ты замыла. Ну, так вот, короче. Еще одна. Вот эти бананы, они безвкусные. Они как картошка. Их здесь жарят в какие-то блюда специальные. И делают солеными. А вот это напоминает тоже картошку. Вот это тоже, как африканская картошка, грубо говоря. Её варят, отваривают. Это получается, как картофель. И кому с яма есть? Дюка. 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 Здесь дюка. Я не знаю, как по-русски. Дюка. О, кукурузка тоже есть. Вот яблочки по евро 20. Не знаю, чем они включают. Наверное, почище. Но игрушки, конечно, поаккуратнее, естественно. А вот смотри, по евро 20 уже цена. Уже приличное такое. Всё. Хотя, по вкусу не знаю. Яблоки, кажется, такие. Медиа по-испански. Половина. Евро 30. Огурцы, я бы не сказал, что здесь дешевое удовольствие. Стоит 70 центов. Евро. Они какие-то такие. Бесвкусные. Мне не очень нравится. Ну, едим. Салатик. Едим. На деболи виноград по 70 центов. Ну, сладкий очень. Да, здесь можно отрывать и пробовать сколько хочешь. Поэтому бомжи ходят, пробуют и наедаются на три дня вперед. Сегодня мало людей, потому что все на отдыхе. Рынок не очень блюдный. Несмотря на то, что солнце нет. Виноград, кстати, местный. Понятно. Здесь они все наваливают в чашку и по одному еврику. Яблоки и все. В общем, пользуются популярностью. За 1 евро любую. Ну, мы дыни уже набрали. Конечно, можно прикупить ее посуду местного производства. Здесь недалеко есть город, где все делают из керамики. Очень дешево. Китай, стаканы, трусики, лифчики. И мы попали на счастье. Часы по 3 евро. Сейчас оторвемся. Ой, по 3 евро часы. Какие хочешь. 120 рублей. Да, кстати. Один у меня знакомый был. Моделка. Голубой в Праге. Так вот он ходил так по рынкам одевался. Перешивал потом лейбл на вещах. И говорил, что смотри сколько у меня вещей стоит. Этим занимаются многие интересные, популярные люди. Местные красотки. Ну, это явно жены каких-то боссов из Африки. Часики вот такие. По 3 евро. Так раз, и сворачивается. Раз. И вот сейчас поменяем батарейку. Не, не поменял, а он тронул что-то. Я не просто предложила работать. И функциональ? Си. 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 Гав, гав. Богатые арабки выбирают себе вещи. Три штуки за 5 евро. Все хотят экономить. Распродажа. Платишки. 10 евро. 8 евро. 8 евро. 10 евро. Да, кстати, совершенно бесплатный туалет. Не как у нас в России. За все бабло. Мы заканчиваем наш репортаж. Потому как устали. Едем домой. collections поели то,евы. Стали. Знаете. МУЗЫКА Продолжение следует...